Good fucking morning, guys! Время нового влога. Хотел вам просто показать местя, кто помнит пару месяцев назад я здесь записывал монолог, а сейчас уже гуляю с женой и собачкой. Сегодня особенный день на самом деле, потому что тренер впервые за три месяца написал, что у меня через несколько часов будет читмил. Поэтому мы наслаждаемся вот такими красивыми видами. Хочу, чтобы прониклись вот этим вайбом детства. И едем показывать, что мы будем, как мы будем набирать калории, прежде чем их спалить в зале. Погнали, пацаны! Как вам вообще информация, что бензин сейчас в Лос-Анджелесе по 7 долларов. Где-то на заправках, как возле нас, на Шеллоске, 7.40. И Корвет 6.2 с расходом, хер пойми, сколько литров на 100 км. Но это стиль, понимаете? Как говорил один мой лучший друг, нужно больше зарабатывать, а не меньше тратить. Вот так вот. Поэтому к этому и стремимся. Все, мы погнали домой, а потом в зальчик, качаться на тренировочку. Я просто там поплакал с анациональными на бензин, а так все нормально. Еще раз повторю, всех приглашаю в Лос-Анджелес. Будете за рис платить 80 долларов, и за бензин будете платить 7 баксов. Вы же все сюда хотите. Всех вас жду. Welcome to the club, buddy. Дамы и господа, как говорится, what is color your corvette? Мы приехали в иранское заведение. Сейчас будем есть кебаб, есть рис. И по секрету вам скажу, что внутри нет вообще молодых ребят. То есть максимальный уступ деды. Наконец-то я нашел свое заведение. Погнали делать ребят. Честно говоря, в легеньком таком предвкушении. Потому что, во-первых, я ни разу не пробовал иранскую еду. Гуляна максимально троллит и подкалывает. Типа, ха-ха, смотри, что нам принесли. Ха-ха, не смешно. Ням-ням-ням. Но она думает, что это типа супчики. Но это не супчики. Объясню для вас. Смотрите, это закуски, которыми ты поливаешь рис в Асманди. И вместе с кебабом это трамбуешь. Ну я вам сейчас покажу, как это делается. Вот, не могу дождаться, пока принято. А вот это я заберу домой. Вот это масло, оно здесь не останется 100 тудов. В карман и ляпс, чинас. Вы думаете, как деньги зарабатываются вот так, на таких мелочах? Что ж, парни, при вас. Пробуем первый раз иранскую кухню. Несква. Знаете, в чем беда? Я не успеваю его пожевать. Потому что из-за нового вкуса в моем рту, который видит только тилапию и грудку, просто мясо тает. А ну риск. Пацаны, ни разу не пробовал иранскую кухню. Первое впечатление, ну замечательно. Поэтому, кто не пробовал, попробуйте, пацаны. Напишите, как вам. О, что такое, пацаны, бодибилдинг, РПП. Занимайтесь бодибилдингом, будете голодник едет. Всю жизнь не сможете нормально жить. Потому что, как только любой тирефитчер, мил, стопа не будет. Вот будете есть, пока оно лезет. Занимайтесь бодибилдингом, РПП в подарунок. Бодибилдинг навсегда. Все, кто хочет переехать в LA, просто знайте, 80 практически долларов, если брать с чаем, вот именно столько вам обойдется. Просто рис с мясом. Поэтому всех жду в Лос-Анджелесе. Очень крутой город. Максимально можно выжать бюджетно. Но суть не в этом. Зачем мы включили камеру, если мы уже все доели? Потому что уже фирменный щелчок, который является телепортом на тренировку. Раз, два. Что ж, дамы и господа, мы оказались в зале. И только вчера я на стриме рассказывал про то, что я так рад. Полгода не болею. Вообще чувствую себя отлично. И сегодня приболел. Поэтому в шапке. У нас спина. Я не мог пропустить тренировку спины. Вы пишите в комментариях и спрашиваете. Дед, расскажи, что ты делаешь? Как и почему? Сразу скажу. Спину я делю на две тренировки. То есть спина у меня два раза в неделю. И условно она делится на тренировку толщины и ширины. Объясню, почему условно. Потому что понятно, что нельзя спину поделить на толщину и ширину. Но в один день более легкие я делаю все вертикальные тяги. В хаммерах это максимальное подтягивание. Все, что связано именно с тягами сверху. И в более сложный день, как сегодня, когда я заболела, это горизонтальные тяги. Это база, это штанга в наклоне. Это гантель в наклоне. Но мы сейчас все вам покажем. Это все будут горизонтальные тяги. Сразу хочу извиниться за то, что веса сегодня будут сравнительно небольшие. То есть 120 килограммов. Обычно я там дохожу до 140, максимум 160. Но попрошу вас обратить внимание именно на технику. Потому что она у меня немножечко своеобразная, немножечко странная в силу моей антропометрии. Потому что я являюсь не низким мальчиком. 186 сантиметров. И я делаю поэтому обратным. Обратным хватом. Мне легче затягивать. И я лучше чувствую спину. Когда делаю прямым, она как будто далеко уходит. И мне хочется свалиться. Поэтому правильной техники, идеальной, ее не существует. Существует та техника, которая подходит вам. Поэтому я вам и советую щупать, тестировать и пробовать. А я вам покажу, как делаю это я. Во время тренировки я пью углеводы. Но качественные со спортпита. Это либо витарка, либо кластер декстрин. Также добавляю соль для улучшения пампа. И прокомментирую еще раз технику. Как я делаю тягу. Я наклоняюсь в самый низ. Для максимально сильного растяжения. А когда встаю, завожу руки к пупку. И еще чуть привстаю, сжимаю. И делаю короткую паузу. Чтобы напрячь по максимуму мышцу. Потому что, ну, можно посмотреть, как в интернете. Некоторые делают. Вот так вот на полушечки подпрыгивают под штангу. То есть, они подпрыгивают под штангу. Но таким образом там делаю 180, 200, 340. Это не наш путь. Мы все-таки здесь занимаемся бодибилдингом. Идем на следующее упражнение. Парни, вот это на самом деле один из моих самых любимых хаммеров. Горизонтальный. Я его делаю стоя. Опять-таки, не сидя. Та же история с ростом. Для чего сидя в большинстве своем? Чтобы, ну, ты не зависал и не тянул сверху. Но так как, повторюсь, у меня рост не низкий. Я себе стоя хорошо упираюсь ногами. И могу прям хорошо завести. И анатомически. Когда вы сидите на скамье, вы не можете так хорошо загнуть спину и продавить. Как это можно сделать стоя? То есть, стоя можно лопатку прям вставить хорошо. И обратите внимание на технику. Знаете, с чего я максимально вообще ору? Покажи сюда. Когда тиктокеры, знаете, берут большие веса и сюда кладут гантель. Объясню, как это работает. Элементарная физика. Гантель ставится в противовес основному весу. Таким образом смещается вектор нагрузки. И вам еще легче делать. Поэтому, когда видосы видите в тиктоке, где они грузят гантели поверх этих хамеров. Вот чистый какой-то бред. Возьми четыре плитки. Большой вес прожмись. Хорошо продави. Зачем вот это вот в пять сантиметров качать? Мы идем дальше. На, наверное, самое популярное упражнение из 70-х годов золотой эры. Ну, потому что тогда ничего не было другого, понимаете? Но, как говорила моя математичка Мария Николаевна, все гениальное просто. Смотрите, пацаны, вот это я, а вот это вы на сходке в подписчиков. О! Фух! Классика, база, тяга в наклоне. Просто гриф. Да, все вы видели, как Роник Олем здесь скачал по 10 плиток. А мы тоже сделаем плиточек пять. Если бы у меня еще плечо не болело, вот это был бы вообще кайф. Но уже старый, понимаете, осыплюсь потихоньку. Знаете, что я сейчас делаю с этой штангой? И я сейчас тебя расшатаю, будешь Юра Шатунов. Знаете, за что я люблю Голлс? Именно за сваренные рукоятки. Потому что вот тут угол, буквально чуть-чуть сюда, вот тут чуть-чуть изгиб, ощущения совсем другие. Это только в Голлс, вот встречаются такие классные рукояти. Уля, она спалила, что там занимается Мисс Олимпия. Я просто не шарю в девочках, я больше по мужикам. Двузначно, знаю, звучит. Но это именно то, что я имел в виду. Смотрите, техника в этом упражнении. В чем ключ? Во-первых, вы могли видеть, как Арнольд делает вот прям полностью сгибая и горбатит. Да, имеет место быть. Растяжение максимальное. Но это не поэтому Арнольд так делал. Потому что в те годы, ну не было таких знаний о биомеханике, не знаю, о спорте в целом, как это работает. Поэтому равняться это то же самое. Давайте сейчас вместо того, чтобы покупать, не знаю, мясо в холодильнике, давайте будем все ездить на охоту и с копьями гоняться за зайцами. Ну, так же делали деды тысячу лет назад. Давайте тоже так делать. Отклонился немножко. Смотрите, в чем техника? Я работаю в амплитуде, которая ближе к тренажу. Не здесь, а вот здесь. То есть до параллели и вниз. Таким образом вы больше прожмете, сожмете. Здесь уже, вы понимаете, вы смещаете. Опять-таки вектор нагрузки вы просто спиной туда вытягиваете. А уже широчайшее такое фоново работает. И работаю здесь я без лямок. Укрепляю хват, чтобы это самое, как быть, варяг попай. А теперь самое последнее. Когда мы берем большой уже вес, мы опускаем тренажер по-киевски. Это обязательно. Вот сейчас запоминайте, все так делайте. Вот все так будете делать и все друг друга в залах будете узнавать. Одну ногу ставим сюда. Вторую ногу ставим рядом. И за счет большого веса, смотрите на меня, за счет большого веса вас потянет вниз. Смотрите так. Раз, два и поехали. Пацаны, честно говоря, такой херней я не страдаю. Но сегодня ради вас я закрою этот блок без лямок. Но это классика, понимаете. Это самая классическая классика. Это тяга гантелей к поясу. А самая основа основ для новичка, для профессионала, для кого угодно. И выпендриваться я не буду, что здесь типа, да, я делаю самую тяжелую гантель. Пацаны, в этом Голдсе есть гантели, поскольку по 150 килограмм. Поэтому нет, я не делаю далеко не самую тяжелую гантель в зале. Но вес тяжелый. Парни, самое любимое, одно из любимых упражнений Арнольда Шварценеггера. Это пуловер. Пуловер с гантелью, со свободным весом. Если вы подросток, то в принципе до 23 лет у вас может даже чуть расшириться грудная клетка. За счет постоянного растяжения ваших ребер. То есть если вы такой сутулый, если у вас вот тут все сковало, вот именно правильный дышащий пуловер. Рутон именно делает вас таким. Вот поэтому очень полезное упражнение для координации, для мышц, для тонуса, для всего. Я всегда делаю в конце тренировки. Пока я делаю биццер, что мне пришла такая идея в голову. Вы могли заметить, что над нашими головами висят все мистера Олимпия. И если этот ролик соберет 5555 лайков, то есть за 5%, мы посетим Олимпию в этом году, которая будет через 30 дней в Лас-Вегасе. Поиграем в автоматах, сходим как всегда в Беладжи. Поймаем Криса Бамстеда за пеннис и сфоткаемся с ним. А потом с Крисом Бамстедом, сломающим всех атлетов и даже может быть выступим. Поэтому давайте 5555 лайков и мы едем на Олимпию. Почему так много? Потому что билет на Олимпию полторушка. Это только билет. Это без авиаперелета и проживания. А еще есть эксп, а еще есть второй день финала, а еще есть итальянский ресторан, где мы любим в Лас-Вегасе хавать. Все, короче, пацаны, ставим лайки. Я же вам обещал, что буду показывать все, поэтому предыдущий был подъем штангенописы с ровным грифом. Думаю, объяснять вам не нужно. А вот это упражнение я делаю в скамье скота. Я ставлю скамью скота, на нее опираюсь и таким образом ложусь. Растяжение в бицепсе максимальное, пиковое, его очень хорошо чувствуется. Поэтому вес берем небольшой, пацаны. Не нужно нам каких-то отрывов и надрывов. И далее с самого низа вверх супинация и прожатие. Парни, и бицепс у нас, то есть по своей природе, состоит вот из брахиалиса, то, что его делает толще, и, соответственно, бицепса. Поэтому, чтобы более выделить брахиалис, нам нужен прямой хват. Поняли? Вот это плечо лучевое. Одно из любимых упражнений армрестлевого, которое вот именно для верховой борьбы. Надеюсь, я правильно сказал. А теперь, парни, немного позднее, да самое важное. Посмотрим на мою кондицию заболевшего человека. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Запускаем тренд ТикТоки. Я хочу, чтобы вы смотрели влоги, если можно вас попросить. И как Сэм Сулёк. Знаете, вот этот фирменный трек, где еда и на фоне чей-то влог. Давайте так сделаем. И поставим какой-то хэштег бодибилдинг с любой ценой. Короче, все, снимаем видосы в ТикТок. Хэштег бодибилдинг с любой ценой. На фоне идет влог наш. И еда. See you next year. Субтитры делал DimaTorzok